добрый вечер друзья вопросик зачитываю здравствуйте михаил есть вопрос я уже больше 10 лет работаю фрилансером в основном на рынок сша обычно как тебе дают работу говорят надо сделать я не знаю то ли мне так попадалось то ли что но я не заметил каких-то жутких дедлайнов прессинга все как-то по-человечески ты работаешь честно даешь результат случае как-то и задержек объясняешь почему что и все окей никто не докапывается почему ты потратил столько часов на то сколько на это я и привык а тут буквально месяц назад мне попался клиент из лондона с русским именем и фамилией но натурализованные с рождения и говорит что есть задача я говорю хорошо сажусь делать проект нереальных масштабов помощи никакой долблюсь недели 3 потратил 60 часов сделал говорю готова да готова при этом чуя неладное спрашиваю каждые 3-4 дня мол а как я устраивает ли его и так далее все окей он говорит не волнуйся работай спокойно я и работал и потом внезапно он выкатывает на меня претензию мол какого черта я потратил 60 часов когда там работы на 15 на 12 15 часов по его оценке я охренел я говорю какие 12 15 вообще видел что надо сделать в общем мы поругались я в приступе ярости закрыл проект но дальше пошло интереснее он начал меня сравнивать с какими-то другими своими работниками говорит что вот тот может от того и почти мгновенно а я вообще мол никак ого-го может и почти мгновенно я и при этом что у меня уже десять тысяч часов было до него это прилично кстати и ни одной жалобы или плохого отзыва и он мне выкатывает такую высказывает такую мысль что мне фрилансером быть не нужно что это очень трудно что быть фрилансером это значит уметь работать на сложных проектах без помощи укладывая сроки которые выставит заказчик быстро без разговоров я говорю а почему я не знал этого до тебя он не ответил и в связи с этим у меня развилась что-то типа комплекса я как немного потерял веру в свое будущее ведь если все идет к тому что рынку нужны будут люди способны выполнить работу требующие 60 часов за 12 пусть даже еще 48 часов они будут работать бесплатно то какое будущее вообще у айти отрасль я объективно вижу что ни один человек физически не может выполнить работу на 12 часов если учесть что проект на готовом процессоре собирается часа два топовом процессоре собирается часа два у меня не видно не очень хорошо без очков в связи с этим вопрос это просто такой клиент попался или это тенденция затем я кстати узнал что он точно так же поступал почти со всеми есть множество негативных отзывов и так далее но свято убежден что поступает правильно он берет человека с очень высоким рейтом смотрит сколько времени он делает то и то и если не устраивает увольняет его прям посредине работы берет нового и так далее все-таки работодатель в сша он какой я спрашиваю в контексте не только фриланс но вообще насколько силен контроль над финансами и так далее спасибо ну что ж друзья так вот получается что обжегшись на англичанине начинают дуть на американца но мысль правильная опыт 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 оба вы как вот с луны свалились и вчера родились что работодатель что значит фрилансер с 10 тысячами часов опыта то есть вы беретесь за проект без того чтобы договориться о дате сдачи без того чтобы договориться о бюджете да то есть абсолютно как бы каждый имеет свое представление о сумме и о сроках значит тот считает что там часов 12 вот вы считаете что там 60 но но а разве вот за эти 10 тысяч часов никто вам ни разу не говорил там слушай а сколько времени у тебя займет а сколько это будет стоить денег например да я честно говоря не очень бы скажем брал человека на проект по часовой оплаты я бы сказал потому что вот есть проектом стоит 2 тысячи долларов например сделаешь за 12 молодец сделаешь за 60 меня вообще не касается я я за проект заплатил и все то есть почему он вам платит по часам не сказав ни сроков не бюджета то есть очень многие люди у меня я даже господи что там говорит очень-очень многие люди если им платить по часам то проект будет двигаться крайне медленно они будут просто наколачивать больше часов вы можете эту я не такой я добросовестный наверно я я не спорю но я не про вас говорю а вообще очень многие люди так как смотри клиент попал ставят по часам платят вот так что вот послушай историю дескать ваших взаимоотношений я думаю надо же вот из двух человек начать ни один как бы не не делает это более-менее серьезно как-то вот все и по детски получать теперь что касается комплекса которая развивается или там дискуссии с клиентом там и опять значит если бы вы сказали да вот там две тысячи долларов он вам дал две тысячи долларов вам не надо было проект снимать вы сняли проект только из-за того что сумма которая вы в голове держали не совпадает с той который он в голове держал ну вообще это же не из-за часов это из-за денег вы можете я работал 60 часов значит поэтому стоит вот столько-то он вам говорит не про часы он просто формате часов говорит я считал что эта работа будет стоить гораздо меньше вот пить о чем речь идет речь идет только о сумме во что ему обошелся проект ну хорошо значит теперь давайте мы отвлечемся от этого конкретного случая и перейдем к тому что часто в жизни так бывает что люди которые ну как бы не сговорились поначалу и потом выясняется что они очень по-разному видят жизнь или просто они даже и не должны были сговориться но посолкнулись где-то там на перекрестке а видят жизнь по-разному и вот раз про перекресток вот две подруги встречаются вот такие знакомые две девахи встречаются на перекрестке и одна другой как тема костюмчик так говорит слушай так спешу совершенно не ссоры давайте как бы совершенно разные ожидания у одной его другой но так получилось у вас примерно такая вышла ситуация надо под ключ давайте вам дам ключ я как человек который много раз был в такой вот ситуации я по наивности вот тоже так как-то ожидал адекватности или там скажем взаимопонимание это далее нарывался столько раз боже но я уже как побитый и видимо постарше годами у меня выработалось нечто так вот надо признавать безусловно и безоговорочно надо признавать за другими людьми кто бы они ни были где бы они ни жили в каких бы отношениях вы там с ними не были или собирались быть или в прошлом были надо признавать за ними право на то что они живут в собственной реальности собственные не имеющий никакого отношения к вашей давайте вот так же как вы за собой признаете право жить в собственной реальности вы ее называете просто реальностью вы говорите вот я но я же ну вот ну понятно что моя реальность как бы она единственная правильная вот признавайте за другими людьми право считать свою реальность единственный правильный они ничем вас не хуже не говорите это человек больной на голову не говорите этот человек может судить допустим мою там квалификацию и там сколько мне нужно я вот из-за того что он так сказал начинаю значит там принимать что он там говорит вот у меня есть внучка саша если вы наш канал смотрите она периодически появляется вчера я ее показал саша там где-то в 7 лет как-то приходит и вот играет что в школе их учат а света моя там пытаясь пыталась не говорить на эту тему она говорит и хочет не имеет никакого значения кто и что тебе сказал вот дети с первого класса со второго класса их учат не важно кто что сказал каждый человек имеет право сказать все что угодно он живет своей реальности он почему-то вот говорит какие-то слова вовне думая что вот за пределами его реальности есть что-то такое чем он управляет он не управляет ничем кроме своей вот этой вот реальности дай ему бог здоровья и так сказать вот и совершенно золотой человек в этом смысле аутист он живет в этой реальности у него даже мысли нет взаимодействовать с внешним миром давайте ему просто на сто процентов достаточно поэтому признавайте безоговорочно за другими людьми право вот на такой аутизм он что-то такое говорит почему он это говорит не потому что это хоть как-то относится к вам вот это говорит потому что это часть его реальность а вы себе гадите а в моей реальности я человек наработавший 10 тысяч фриланса значит заработающий зарабатывавший столько-то денег там как бы никогда никто не жаловался туда-сюда вы видите а у него такая реальность и наверное у него проблема наверно у него проблемы вы же сказали да у него проблем он нанимает увольняет он никак он он не в состоянии менеджить свою собственную жизнь понимать он все время совершает одну и ту же ошибку но опять какое как моя бабушка говорила какое моё собачье дело понимаете в моей реальности вот есть вот это это и это а в его реальности а какое моё собачье дело безусловно вы по мере того как будете приобретать жизненный опыт научитесь как бы заранее соломку стелить да я все время учусь вот я все время куда-то вляпываюсь и ага и следующий раз уже если вляпываюсь то не два раза в одно и то же место поэтому значит но все начинается с того чтобы признать за ним это право и признать за собой это право оставить его в его собственной реальность и вообще никак не реагирует то есть психологии есть такое понятие референтная группа референтная группа это группа людей люди совокупность людей мнение которых для вас важно мнение которых для вас важно и не так много есть людей мнение которых для нас важно за исключением случая когда вообще сами не понимаем что делаем и там как бы каждый столб нам вокзал давайте вот так же каждый каждое мнение для нас важно или обидно или там еще какой-то и так далее я как-то вот показывал дилемму говорят художника обидеть может каждый с другой стороны говорят художника настоящего художника обидеть никто не может и оба утверждения правильные, просто в первом утверждении художника обидеть может каждый это не художник, а это не состоявшийся художник, он мнительный он несчастный, он затюканный, он непризнанный и он пыжится что-то показать а ему говорят, а это что? или там вообще не отварь не поворачивается и вот ему обидно потому что он не состоялся состоявшегося художника ничто не может обидеть вот это вот когда моцарт и сальери разговаривают и сальери ему говорит мне не смешно когда маляр какой там какой-то там мать мальюет кистями мадонну рафаэля то это когда там какой-то простой уличный музыкант там и пытался исполнять моцарта мне не смешно когда маляр надменный молюет кистями мадонну рафаэля а моцарту смешно моцарт слушает с удовольствием он признает право за человеком быть вот таким человеком быть уличным музыкантом там или там исполнять на гитаре там в три аккорда любую песню давайте уже в пять аккордов это уже не каждый может а три почти все эти поэтому или вы говорите я опытный фрилансер я 10 тысяч часов наработал туда сюда ну мало ли там какой-то странный человек дай бог ему здоровья а вы на себя берете на свою голову нельзя его проблемы должны остаться с ним ваши с вами в той мере в какой вы как бы проблему не видите и не хотите ее как-то решать или конечно можно оценить там человек что-то сказал вы думаете а может быть действительно что-то в этом есть и вы начинаете спрашивать там и так далее значит что касается нанимателей в соединенных штатах оценки вот этой и так далее нанимателем может выступать например там какой-то человек который сидит у себя в гараже и делает какой-то проект вот тут в кремниевой долине там пол долины по гаражам сидят и как какие-то стартапы делают так же как например в в лос-анджелес там в каждом гараже там продакшен идет там киностудия такая небольшая так вот и вот это наниматель он вас позвал там на два часа лампу подержать вот уже наниматель этим и совсем другое если вас позвали там на не знают м джм там участвовать каких-то съемках осветителю эти совсем другое дело поэтому есть понятие как бы профессиональный менеджмент а есть понятие чек с улицы вот такой наниматель с улицы и наниматель с улицы может абсолютно все что угодно себе намечтать он может не то что даже не соблюдать законов хотя и такие есть люди он может не знать законов он может даже не понимать что какие-то законы вообще существуют он может специально злоупотреблять может быть нравится так вот он берет людей а потом взял не заплатил еще его же и виноватым сделал есть люди которые самореализуются так это уже может быть ближе к психиатрии тематика да вот как-то он вот так через это поэтому вы должны сравниваться в идеале да сами с собой то есть другие люди могут служить как бы ориентиром каким-то но вы себе говорите вот у меня какой-то путь вот у меня ближайшие цели я движусь к этим ближайшим целям и может быть какие-то еще более долгосрочные цели есть и вы смотрите на свой прогресс вот собственно и все сам с собой вы же не можете стать другим человеком вы такой как вы есть вы конечно будучи таким как есть можете менять что-то в своей жизни можете совершенствоваться вы конечно вы хотите это делать большинство из нас хочет совершенствовать и так далее но в тех пределах в которых мы в состоянии это делать не более того то есть вы можете поменять фамилию там на энштейн но вы при этом же не станете вот тем инштейна будет какой-то другой инштейн вот поэтому мы никто не меня это живут со своей в основном не берите в голову всю эту ерунду оставьте это тем людям у которых проблема вот и занимайтесь своими вот вот собственно и все если вы попадете в соединенные штаты и будете работать где-то в гараже на какого-нибудь стартапера вот особенно еще и нелегально это будет одна история если вы попадете в нормальный стартап это будет другая история если вы попадете в большую компанию но вот из тех где я работал у меня самый большой была компания лотус в борлэнде я работал он был не безумно большой ну там тысячи человек тогда работала в борлэнде и так далее светлана у меня работала в зирексе работала в макофе работала в microsoft и то есть ей досталось так более крупные компании но что хочу сказать ну конечно когда крупная компания там порядка больше там менеджмент есть вот в ваших отношениях с русским англичанином не было менеджмента ни с его стороны не с вашей а вы на самом деле будучи фрилансер фактически являетесь маленьким бизнесом но вот может быть вы никого не нанимаете пока в помощь себе но вы уже маленький бизнес вы должны уже какой-то уровень менеджмента брать на себя и обеспечивать поэтому всякий проект значит требует какой-то оценки по времени и по по стоимости и я даже не знаю почему вы часами я я вот еще раз возвращаюсь к этой теме мне это так странно взялся делать проект и оценил в часах вы знаете что у нас был такой похожий случай светлана пригласила дизайнера дизайнировать вот тот дом где мы сейчас живем это там какая-то знакомая нашей дочери там и так далее в общем мы мы ее знали ну позвали и позвали так взрослый человек там лет 34 там 33 там она уже с опытом уже там вот и она тоже год я беру в час там сколько-то причем она брала в час немного ну я не знаю там 60 долларов в час то есть ну нормально и мы до этого работали с дизайнерами то есть мы примерно понимаем какая работа требует там примерно сколько времени там или что-то и и мы установили бюджет мы сказали вот мы на этот проект даем там 1000 долларов она ведь но от 60 долларов час мы году ради бога но вот бюджет у нас 1000 долларов хорошо и дальше выяснилось что она работает с такой скоростью что вот ну скажем вместо одного часа как многие люди которых мы раньше видели значит но вместо часа у нее может быть 45 идет вот такой человек поэтому но как ты просто поиск с ней больше дел не имели то есть она она была абсолютно уверена что мы хотим зажать там или что-то и не заплатить когда-то первый бил выставил и мы поняли с кем имеем дело мы просто отдали ей деньги на этом закончили все отношения потому что это не но не имеет смысла понимаете то есть ты вдруг понимаешь что это абсолютно не нет не то что ты имел ввиду а мы как-то вот тоже проявили такую наивность еще раз это со всеми бывает но вот я вам рассказываю как а у нас тоже так бывает но ничего страшного что теперь делал не берите в голову не позволяйте никому вас зомбировать все счастливо